Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуй, Али. Сегодня у нас в гостях опять Али. Я думаю, уже тебя нет смысла представлять, но скажу еще раз. Эксперт по Ближнему Востоку. Али, спасибо, что ты приехал в Берлин на наше мероприятие, которое рестартин ищет наша организация вместе с нашим партнером Candid Foundation организовала. Это мероприятие было интересно, мне кажется, с той, той, той. Потому что я очень много и сам организовывал, и на других мероприятиях был, где, конечно, армянская, азербайджанская позиция обсуждается, представляется. Но интересно было именно это мероприятие в том смысле, что в 3D разрезе мы увидели также и позицию России, Украины, Ирана, Израиля, Турции, то есть со стороны ведущих экспертов, кстати, и России, Украины, всех этих стран, Ирана даже. Как ты думаешь, вот какие у тебя впечатления от этого мероприятия, да? Что ты думаешь о том, что ты сегодня услышал? Давай начнем с этого. Да. Ну вот смотри, как правило, вот я участвовал на большом количестве мероприятий по этой тематике. Последнее время, правда, немножко отошел от этой тематики, но что было объединяющей чертой всех этих мероприятий? Люди, которые пришли туда, это два типа людей, те, которые за этих, и те, которые за этих. И эти люди знают, что будет говорить эта страна, и что будет говорить эта страна. То есть там ничего... Ожидаемо. Да, там все ожидаемо. Очень много такого рода мероприятий проходило в Тбилиси, даже были в Москве, в других местах, в Европе было. Но вот это мероприятие, вы его, с партнерами вашими, вы его по максимуму разбавили. И вот во время войны, и после войны, и до войны. Я вот, когда выступал на эту тему, я постоянно говорил, что когда вы говорите о Карабахском конфликте, вы должны в первую очередь иметь в виду, что Азербайджан и Армения не находятся на острове посреди Тихого или Атлантического океана. То есть это не тот вопрос, что вот есть Армения, есть Азербайджан. Нет, они находятся в сложнейшем регионе, где переплетаются, а сейчас еще больше, интересы целого ряда региональных и вне региональных игроков. И те или иные процессы в регионе связаны с, скажем так, хотением, стремлением, планами и так далее этих игроков. Поэтому, не привлекая этих игроков, не ознакомляясь с их мнением, скажем так, целями и т.д. и т.п., мы до конца не сможем понять, в чем суть вопроса, как этот вопрос решать, какие подводные камни есть в вопросе. Поэтому вот когда вот вы вот расширили, скажем так, состав привлеченных, здесь уже, во-первых, появился очень конструктивный диалог. Вот ты помнишь, под конец какую фразу, да, я сказал? Очень конструктивный диалог. По Грузии позиции азербайджанского и азербайджанского спикера почти полностью. Да, совпали. Вот. Поэтому, во-первых, получился гораздо более рабочий формат. Пришлось, знаешь, как вот удалось, точнее, прийти к каким-то знаменателям точкам. И я думаю, что вам нужно, во-первых, в этом формате продолжать, во-вторых, по максимуму его расширять. Я думаю, что еще можно куда его расширить. Ну, давай тогда разберем вот позиции разных этих стран. Начнем с России. Я с Бениамином тоже говорил на эту тему. Вот как ты считаешь, вот вроде бы мы подходим к заключительному моменту подписания мирного договора. Вроде бы армянские лидеры или лидер сделал заявление, которое раньше считалось бы таким, ну, знаешь, ну, какой-то табу даже уничтожил. Сказав, что, в принципе, признают территорию азербайджана не только в рамках Алматинской декларации, что немножко, знаешь, интерпретировалось по-разному, да, в Армении, а уже конкретно, именно в рамках той территории, которая озвучил цифру 8-6 тысяч. Смотри, как ты думаешь, неужели наши соседние страны, ну, давай сейчас Россию возьмем, ты думаешь, это в интересах России, чтобы этот все-таки Армения, Азербайджан пришли к этому соглашению и подписали мир, и чтобы Армения, ну, нормализовала отношения с Азербайджаном, с Турцией. То есть это в интересах России или нет? Потому что если это не в интересах России, то Россия же может и помешать. Вот есть такой очень короткий анекдот. Спрашивают, а кого поддерживает Россия в Карабахском конфликте? Азербайджан или Армению? Ответ, Россия поддерживает конфликт. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось в России в этом плане. Другое дело, что изменились военные, экономические, политические, оперативные возможности России. Нельзя сказать, что они на нуле, нет, но они изменились, они заметно уменьшились. Кстати, вот спикер из России Константин, он, конечно, не в России сейчас, он работает на Дольче Виле, но он считает, что влияние России падает, будет падать, вообще ничего не сможет сделать. Но мне кажется, ты с этим не согласен. Я не согласен с этим. Я согласен, что влияние России сокращается. Но сказать, что его вообще нету, сказать, что они вообще не способны что-то сделать на данный момент, но это было бы несерьезно. Да, у них определенные возможности все еще есть. И я там номер 5 перечислил. Мы должны понимать, что конфликт почти три десятилетия служил неким крючком, на котором Россия в большей степени держала Армению и в меньшей степени держала Азербайджан. Но этот крючок работал. И сейчас что предлагается? Предлагается России отказаться от этого крючка. А что она получает взамен? Ничего. Я не думаю, что Кремль это устроит. Торговлю через Армению с Турцией как-то. А это нет? Это есть, конечно. Это фактор. Но заменит ли этот фактор им, скажем так, компенсирующий фактор им то, что они теряют? Это вопрос. Это первое. Второе. Как мы знаем, в Армении выступают против того, чтобы вот эти коммуникации были под российским контролем. Они хотят, чтобы это было под их контролем. Пойдет ли на это Россия? Тоже под вопросом. Я не думаю, что они захотят такое хлебное место во всех отношениях и в политическом, в геополитическом, в экономическом, стратегическом, оперативном потерять. Поэтому я не могу сейчас сказать, что вот в последний момент Россия вмешается или что-то сделает и так далее. Я не предсказатель. Но я говорю, что есть очень серьезный риск того, что они могут что-то сделать. Это первое. Если не учесть интерес России. Там могут быть такие интересы, что они одну из сторон или оба стороны могут не удовлетворить. И стороны могут посчитать, что лучше все оставить как есть, чем вот это вот сделать. Или одна из сторон. То есть это очень сложный вопрос. Это знаешь, это вот не черное и белое. Это многоходовка, многогранный вопрос. И вопрос не только интересов России, а интересы Ирана, а интересы Франции. Интересы Турции. Интересы Турции более-менее понятны. Интересы Франции тоже понятны, почему они влезли. Интересы Ирана понятны. Но как сделать так, чтобы все эти интересы совпали в той точке, что нужно подписывать этот мирный договор и решать вопросы в рамках международного права, международных норм. Вот в этом загвоздка. В чем интерес ЕС? Ну ладно, ЕС немножко относится понятнее. У них нет такого влияния, как у Ирана, у той же России, как у той же Турции. Поэтому это очень сложная клубок. Я, конечно, не хочу пессимистическими нотами делиться, но я и одновременно не хочу заниматься популизмом. Поэтому хочу, чтобы люди понимали, что это есть очень серьезные риски. И это гигантская титаническая работа. Вопреки этим рискам перешагнуть это и прийти к мирному соглашению, прийти к какому-то хотя бы к рамочному соглашению и подписать это. Опять-таки надеюсь, но, как говорится, надеюсь на лучшее, готовую к худшему. Как ты думаешь, ну понятно, что Украина по понятным причинам поддерживает и политически. Я думаю, что те, кто из них понимают суть конфликта между Арменией и Азербайджаном, поддерживают, конечно, азербайджанскую позицию. Но как Украина, нужно сказать, война Украины с Россией, позиция Украины, как она может, может ли она как-то влияет на вот эти отношения между Арменией и Азербайджаном? Или ты думаешь, что Украина возможности ограничены? Украины на данный момент мы понимаем, что возможности ограничены, они сами нуждаются во всякой роде поддержки. Но тут по Украине нужно уточнить один факт. То есть до Зеленского Украина, Киев, официальный Киев, как правило, не отличаясь какой-то принципиальной позицией по Карабаху. Были несколько отрывочных дежурных заявлений и это все. Именно после прихода к власти Зеленского Украина начала занимать более последовательную, более принципиальную позицию по Карабаху. Это нужно подчеркнуть. До войны еще, конечно же, это было. Что касается Украины, как Украина может влиять или как? Украина влияет напрямую, на фронте, на своем фронте. Если украинская армия добьется тех целей, которые они поставили перед собой, то, конечно, влияние Москвы будет на Армению и на Азербайджан. В частности, на Армении и на ситуацию на Азербайджанском Кавказе в целом таять, таять быстрее, чем на данный момент. И Москве, скажем так, может быть, будет не до этого, и Москва может быть более заговорчивой. Что, ладно, забирайте вот это, дайте мне то, и я буду тихо, спокойно сидеть до поры до времени. То есть это не будет всегда продолжаться. Поэтому Украина, может быть, не влияет на дипломатическом плане, но на земле, безусловно, повлияет. Я просто не хочу говорить о том сценарии, что будет, если Украина проиграет эту войну. То есть для нас это не катастрофа, для Украины это, безусловно, катастрофа. Но у нас возникнут, да, определенные проблемы, и у Армении тоже, конечно, и у Грузии тоже. Поэтому надеемся на вооруженные силы Украины и на людей и страны, которые помогают на данный момент Украине. Поэтому вопрос Украины, он очень важен. Важен. И есть еще один очень принципиальный момент. Вот те круги на Западе, которые все эти годы приезжали в Баку до войны и говорили, что вот вы должны принять реальность, что вот это вот они взяли, придите к какому-то соглашению, т.д. и т.п. Сейчас, после вторжения России в Украину, это фактически коррелирует очень сильно, да. То есть они не могут сказать такое в Украине, ну, конечно, есть среди них пару там сумасшедших, но в целом они же не могут сказать, что в Украине... Нет, в Украине никто такое не говорит. Любой человек, который говорит в Украине, он автоматически становится чуть ли не агентом России. Ну, таких очень много в Вашингтоне, но в Европе я так особо не вижу. Таких там очень много, к сожалению. Становится все очень черным-белым. Это очень опасно, знаешь, такие позиции сейчас говорить на Западе. Я согласен, но, чем не менее, там есть такие люди, но у них своя аудитория, они вот на эту аудиторию и вещают, да. И поэтому, так как они не говорят и не могут сказать такое в Украине, соответственно, с Азербайджаном тут тоже уже особо не проходит. Во-первых, уже война завершена, Азербайджан сделал то же делал. Во-вторых, есть пример Украины, когда Украина пала жертвой российской агрессии два раза в 2014-м и в 2022-м. Поэтому вот этот вот момент по отношению к Азербайджану тоже он девальвировался, он уже особо не работает. Потому что в ответ, конечно же, ты спросишь, а тогда это переместение к Украине тоже, конечно, скажут. Поэтому вот такой вот момент есть, конечно. Я хочу еще поговорить, мы говорили с тобой, у нас была передача об Иране, Азербайджане, но я хочу как бы Израиль и Иран, да. То есть вместе вот, как ты думаешь этот конфликт Израиля и Ирана и то, как Израиль поддерживает Азербайджан, Армения поддерживает, Иран, извиняюсь, поддерживает Армению. Как это влияет или может повлиять сейчас вот на подписание мирного договора, на вот на этом этапе? Самым прямым образом. То есть недовольство Ирана отчасти это вызвано тем, что у Азербайджана с Израилем, скажем так, очень специальные такие особые отношения. Это на них, это один из важнейших раздражительных факторов для иранского режима. Безусловно, Азербайджан не откажется от своих отношений с Израилем. Более того, вот посмотри, в последние два года Азербайджан усилил свои отношения с Израилем. Это открытие торг-предства, открытие посольства, назначение посла, визиты на высоких уровнях в обе страны и много чего другого, которое еще широкой общественности, скажем так, неизвестно. Поэтому Азербайджан всячески показывает, что Азербайджан не намерен сокращать, замораживать или вообще отказаться от своих отношений с Израилем. Это очень важные отношения для обеих стран. Поэтому тут вот в этом треугольнике Израиль, Армения, Иран мало что можно поделать. Другой момент, что насколько далеко Иран готов зайти. То есть, если они ограничатся учениями и всякими вылазками в стиле гибридной войны, это не представляет серьезный угроз Азербайджану. Азербайджан способен с этим справляться без внешней помощи. И мне не верится, что Иран решится на какие-то открытые военные действия. Поэтому из всех вот этих игроков, которые не хотят, это вопрос. Иран это самое слабое звено. Но из-под тяжка какие-то вещи они делать могут. Ну, как тебе сказать, эти вещи не изменить ситуацию кардинально. Могут где-то там какие-то проблемы создать и так далее, но ситуацию кардинально они не изменят. Поэтому в этом вопросе Иран это, скажем так, слабое звено. Гораздо больше проблем может создать Франция, нежели Иран. Какую завершение, скажем так, какую, как ты думаешь, пользу или какой вред может нанести, скажем, Франция, Европейский союз, Соединенные Штаты? То есть они все-таки помогают нам прийти к соглашению или наоборот мешают? Мы в большинстве случаев мешают, мы должны разделить. То есть Европейский союз, США и Франция. Вопрос Франции, в том числе и их проблемы США. Они принесли фактически свои проблемы с Лондоном, с Аукус США и Британией, из Турции. Они принесли эти проблемы к нам в регион. То есть они говорят, что Азербайджан ваш партнер, ваш союзник. Вот вы мне там прижали меня по мощному. Я сейчас вас буду здесь прижимать. Я вот вам здесь создам проблемы. И вот когда люди говорят, что Франция проармянская. Франция не проармянская. Франция не банановая республика. Франция профранцузская. Да, конечно, там армянское лобби, там диаспора. Играют свою роль, имеют свою роль. Но в плане стратегического планирования и так далее и тому подобное играет роль национальные интересы Франции. Видимо, они решили вот так вот отыграться. Это не единственная точка, где они решили отыграться. Есть и другие точки. В Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, даже в Латинской Америке. Но мы это не особо замечаем, потому что мы зациклены на своем регионе. И нам кажется, что Франция день и ночь только о нас и думает. То есть какие хорошие вещи для достижения мира Франция может сделать? Франция может вообще ничего не делать. Это самое лучшее, что они могут сделать. Но они и будут делать. Понимаешь? Потому что они это не рассматривают как мирный процесс. Они это рассматривают как окно возможностей для продавления своей более глобальной политики. Одно из. У них это не единственное. Поэтому мы должны это понимать. Вот поэтому я сказал, что правильно, чтобы привлекли людей, много разных людей, чтобы другие тоже поняли, что мы не на острове находимся. Мы не на острове находимся. Вот они пришли, сейчас они им оружие обещают, дадут, не дадут, я не знаю. Но если даже дадут, оно кардинально не изменит ситуацию. Но есть вот такие вот моменты. Поэтому, что касается США, безусловно, США заинтересованы в скором мирном решении. Потому что для США это... И Евросоюз тоже? Очевидно, Евросоюз тоже. Но США более деятельны в этом вопросе. Потому что, во-первых, для США это как бы юридическое оформление завершения вот этого конфликта. Это в том числе и юридическое оформление ухода России. Или же значительного ослабевания России, потери влияния России на Южном Кавказе. Это первое. Второе. Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов для Европы. Грузия с Азербайджаном вместе еще и одновременно являются важными звеньями гораздо более большой цепочки. То есть, есть еще вопрос газа из Центральной Азии. Поэтому для США нужно здесь, там, извиняюсь, стабильность, понятные правила игры и, конечно, чтобы снабжение происходило нормально. А для этого нужно решать вопрос, решать конфликт, уменьшать влияние России на процессы. Потому что оно однозначно деструктивное и влияние Ирана, конечно. Вот если посмотреть за явления американских официальных лиц, они об этом говорят. То есть, они не говорят, что мы сокращаем влияние, но там не напрямую, скажем так. Поэтому вот такой вот клубок я бы не... Вот когда у нас вот очень принято, это нам с российских СМИ пришло, что Запад, Запад. Ну, Запад же он неоднозначен. Помнишь нашу сегодня дискуссию? Там кто-то говорит, что Турция представляет Запад. А кто-то говорит, что нет, она Запад не представляет. То есть, страны НАТО. А я поднял такой вопрос, что вот главнейшие западные страны НАТО, это кто? Это Франция, Германия, Британия, США. У всех этих стран свои разные интересы, и они между собой тоже грызутся. Может быть, это не всегда выходит в СМИ, но мы же знаем это так. И если даже Турция хотела, как она может их всех представлять, если они сами между собой не могут общий язык найти? И поэтому вот в этом тоже. То есть, когда мы говорим Запад, он же неоднороден. У УК свои планы и свое видение вопросов. У Франции совершенно другое, диаметрально противоположное. В том числе и вытекающие из их проблем с Лондоном. То есть, между Париж и Лондоном сейчас гораздо более серьезные проблемы, чем между Баку и Тегераном. Может быть, на посольство не нападали, но мы же знаем, какая там грызня идет и в чем есть причина этой грызни. Поэтому я бы не записывал запад, коллективный запад. У каждого из них свое видение, свой подход. Да, очень приятно слышать такой дифференцированный подход в оценке Запада. Потому что, к сожалению, в Азербайджане все время всех кидают в... Нет абсолютно плохих и абсолютно хороших. Есть интересы разных государств. И даже внутри этих государств интересы. Свои группы интересов. И в зависимости от того, как с кем ты будешь играть, как с кем ты будешь договариваться, насколько ты будешь прозорлив и профессионален в этом. Это, конечно, под вопросом. Али, я думаю, что как бы Турция осталась. Но я думаю, что после победы Эрдогана, я думаю, что мы можем сказать, что никаких серьезных или несерьезных изменений в политике Турции не будет. Я думаю, и ты, и другие эксперты об этом говорили. Поэтому если есть что-то добавить по Турции... Я жду изменений. Ты ждешь? Да. Изменений в плане более сближения военно-технического, политического сотрудничества и союза с Азербайджаном. В плане усиления этого союза. Да. То есть в этом плане. Усиление может быть. Но изменений в другом направлении, я думаю, мы не ожидали. Это сближение может принести изменения, позитивные в смысле изменения. Али, большое спасибо тебе за то, что ты приехал на наше мероприятие в Берлин, за то, что ты интересно выступил. Я думаю, что после мероприятия разные люди ко мне подходили и всем понравилось. Всем это такая тема, что иногда все приходят и заранее знают, но из-за того, что мы расширили этот формат, я думаю, что это показалось очень интересным и информативным для всех, особенно для немецкой аудитории, которая пришла, послушала. Я рад, что у тебя сегодня были встречи с исследователями из ведущих мозговых центров сингтанков Берлина, Германии. Завтра у тебя будут встречи и с официальными лицами, и с представителями других мозговых центров. Я надеюсь, что это поможет в целом тому, чтобы это… Первый раз ты, наверное, с Бениамином Погасяном встретился, познакомились. Я думаю, что эти контакты как бы всем нам помогут лучше информировать общественность. Сегодня в Германии, я думаю, что дальше, может быть, мы это будем делать и по всей Европе. Спасибо, что ты тоже видишь в этом какую-то ценность и важность, и спасибо тебе за то, что ты пришел сегодня к нам. Спасибо. Спасибо. Подпишитесь на наш канал Пудра Ньюс и будьте в курсе всех событий.